Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире студенческое радио ЗАУФМ. Вот знаешь, Света, я люблю абсолютно всех наших гостей, но есть люди, с которыми особо легко разговаривать, особо интересно, и вот эти 20 минут нашего эфира просто невероятно малы. У тебя остается еще множество вопросов, и общение с ними просто наслаждение. Я думаю, ты догадываешься, о чем я говорю. Кажется, я поняла, кого ты имеешь в виду. Эти люди – психологи. Да, это те люди, которые по-особенному смотрят на человеческое поведение и, собственно, на всю человеческую жизнь. Именно такой гость сегодня в нашей студии, друзья. И я просто уверен, эфир будет зажигательным, интересным и полезным. Ну а пока прослушаем музыкальную композицию. Заходите на сайт нашего университета www.3wzau.ru Там на земле, где дни быстрее облаков плывут, Как кости с неба на земле живут, красивые люди. Зачем им эти дни смеются, плачут? Почему они уходят в двери неба? Жизнь вверх летят или вниз, красивые люди. Жизнь вверх летят или вниз, красивые люди. Снова они включают в окнах, как в глазах огни. И в самый новый день они в мечтах вновь улетают. Что ждет их, ждет их там, ветрами знаки на пустых листах. Но будет все, как видели в мечтах, красивые люди. Жизнь вверх летят или вниз, красивые люди. Жизнь вверх летят или вниз, красивые люди. Жизнь вверх летят или вниз. Красивые люди. Жизнь вверх летят или вниз. Жизнь вверх летят или вниз. ЗАУ-ФМ Дорогие друзья, с вами снова студенческая радио ЗАУ-ФМ. И сегодня в нашем эфире мы будем говорить о зрелости. Наша эфира называется «Взрослый или зрелый?» Такая взрослая тема, да? Очень серьезная тема, Света. И первый вопрос тебе. Света, вот расскажи, пожалуйста, в детстве мечтала ли ты стать взрослой как можно быстрее? Я всегда мечтала, чтобы мне было 19 лет и все. Вот не 18, не 20. Сколько тебе сейчас? Мне сейчас 18. Чуть-чуть осталось. Да, вот чуть-чуть осталось. И все, я не хочу дальше взрослеть. Вот дальше 19 и не хочу. Интересно. Видишь, как со временем меняется отношение к взрослости и желание повзрослеть. И сегодня у нас гость, который поможет нам разобраться в этом вопросе. В гостях у нас сегодня Любовь Сапам. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Практикующий психолог и душепопититель. Вот. Такое интересное. Сегодня у нас человек поможет как-то вот разгребсти всю эту кучу вопросов. Ну, для начала расскажите нам немного о себе. Откуда вы к нам приехали? Каким образом попали в Заокске? Я живу в Киеве, в Украине. И в Заокском мы сейчас проводим программу обучения директоров лагерей. Я являюсь деканом этой программы. Украина, Киев. Чудесно. А вы бывали раньше в Заокском? Два года тому назад на лагерной конференции преподавала. А вы здесь как преподаватель или как слушатели, или то и другое? Я преподаватель и руковожу учебным процессом, учебной программой. Интересно, понятно. То есть, друзья, я думаю, вы поняли, что в гостях у нас сегодня человек серьезный. И я преподаю здесь предмет «эмоциональная компетентность». Это как? Ну, компетентность – это знание, понимание, эмоциональное – это от слова эмоции. То есть, сдерживание своих эмоций. Нет, это способность управлять собой, своими эмоциями и управлять отношениями с другими людьми. Вот это поможет, кстати, в нашей теме сегодня, потому что я читала в одной книжке «Жизнь на грани» Джеймса Добса. И он говорил, что как отличить взрослого человека от незрослого. А тем, что взрослый может контролировать свои эмоции. Это один из главных признаков. Еще когда Света услышала сегодня слово «психолог», первая реакция была «Вы, наверное, видите нас насквозь». Вот на самом деле психолог – это очень разностороннее такое понятие. Безусловно. И профессия очень-очень много, да, сфер затрагивает. Хорошо, друзья, давайте начнем. И начнем с того, что немножко разберемся в понятиях. И первый вопрос. Считаете ли вы себя зрелым человеком? Я считаю себя человеком, который сейчас гораздо более зрелый, чем три года тому назад. То есть, все относительно. Да, и даже чем год назад. Но это процесс. И считайся человеком, который через год, через два, через три будет более зрелым, чем сегодня. А тогда вытекает вопрос, а что же такое зрелость и кто такой зрелый человек? Ну, я, наверное, в рамках этой программы, вот за вот отведенное мне время, не смогу ответить на этот вопрос. Что такое или кто такой зрелый человек? В любом случае, зрелый человек – это человек, с которым приятно быть, с которым хорошо, который осознает себя, свои чувства, свои желания, может управлять ими, может в разных ситуациях, вот стрессовых, удерживать настроение, выдерживать трудности, какие-то лишения, нормально реагировать на отказ, на слово «нет». Человек, которому не нужна постоянно поддержка, похвала, одобрение его деятельности. Человек, который в некотором смысле самодостаточен, независим от других людей, зависим только от Бога. Вкратце примерно так. Вы так расхвалили зрелого человека, что мне сразу же захотелось таковым стать. Созреваете, Даня, созреваете. А вот сейчас проверим, являюсь ли я таковым, может быть, уже что-то достигнуто. А когда говорят, что человек находится в зрелом возрасте, то есть, ну, это, у меня сразу представление, что ему лет, может быть, 70, уже какой-нибудь старичок или старушка, значит, они уже максимально зрелые люди? Вы знаете, физический возраст, он не является отражением зрелости человека. То есть, мы неправильно говорим. Да, может быть. Ну, зрелый возраст имеется в виду, что в таком возрасте, в 70 лет, человек уже, в общем-то, должен был быть зрелым эмоционально и духовно. От него ожидается. На самом деле, на практике по-настоящему зрелых людей очень немного. Человек может прожить всю жизнь и вести себя как ребенок, хотя уже ему 80 лет. Хорошо, вот студенты, вот мы со Светой и такие же, как мы. Могут ли такие люди быть зрелыми? Попщавшись с нами 10 минут. Что вы скажете? Что вы скажете? Существуют вот разные стадии созревания эмоционального и духовного. И если человек вот одну стадию проходит нормально, выполняет задачи, которые там нужно выполнить, этой стадии развития, он считается зрелым для этой стадии. Переходит на другую, начинает выполнять другие задачи. Сложнее. Сложнее, да. Вот, например, на первой стадии зрелости, это где-то от рождения до 4 лет, ребенок учится, самая главная задача, научиться принимать безусловную любовь и принятие. На следующей стадии он учится переходить от печали, от огорчения к радости, возвращаться все время. Это очень важная черта. Он учится осознавать себя. Умение переключаться. Умение переключаться, да. Осознавать свои желания, кто я, свои таланты, свои чувства осознавать. Вот он учится разным таким вещам. Учится трудиться, выполнять сложные задачи, усидчивость, терпение. Вот это вот где-то примерно до 12 лет. И получается... Заботиться о себе. Осознавать свои потребности и заявлять о них миру, просить то, что нужно. Вот, кстати, это качество зрелого человека, уметь просить, не требовать, не манипулировать, не заставлять людей догадываться, что я хочу. У меня одна моя знакомая обиделась на всех, потому что ее не поддержали в трудной ситуации. Когда ее спросили, а как бы ты хотел, чтобы мы тебя поддержали? Она говорит, а друзьям не надо говорить такие вещи, друзья знают об этом. Ну, неправда. Друзья не знают, друзьям нужно говорить. Если человек говорит и просит, это зрелый человек. Друзья могут почувствовать? Не всегда. Не всегда. Лучше сказать. Я хочу, чтобы вы меня поддержали вот так и вот так. Вот так поступают зрелые люди. Лучше перестраховаться, это жизнь. Ну да. Ну вот примерно так. А вот наш возраст какой стадии соответствует? Ваш возраст соответствует стадии, которая, вот эмоциональная стадия развития, так и называется, взрослый. У нас разные с тобой стадии. Один год разницы, я умолел от Светланы. Ну, вы не волнуйтесь, потому что эта стадия длится от 13 лет до рождения первого ребенка. Ух ты. Да ладно. И вот задача этой стадии научиться, кроме того, что заботиться о себе, научиться заботиться еще хотя бы об одном человеке. По-настоящему заботиться вот о нем. Без требования, вот ты мне, я тебе. Просто отдавать. Вот появляется муж. Да. Первый человек. Первый человек. Вот вот. Ну, сначала парень. Ну, ты практикуйся на нем. Сначала парень, там, жених, а потом уже он становится мужем. Ну да, есть на ком практиковаться. Хорошо, интересно. А сколько вот таких вот стадий в жизни человека? Говорят о пяти стадиях. Нам совсем чуть осталось. Да. Вот что идет дальше? Семья появляется, первый ребенок. Да, и это уже такая стадия зрелости, называется родитель. И это не просто биологический родитель. Когда у вас родился ребенок, вы стали родителем физически, в смысле физическом, биологическом. Но можете вовсе не быть родителем в эмоциональном смысле. Потому что очень многие родители ожидают, вот вырастет ребенок, станет мне помощником или продолжит мое дело. Это незрелые реакции, незрелые ожидания. Потому что зрелый родитель, он имеет столько любви, столько принятия. Он просто готов давать это своему ребенку, не ожидая ничего взамен. Он не выбирает за него, с кем ему дружить, на ком жениться, где учиться. Он позволяет ребенку быть таким, каким Бог его создал. Вот это, и просто отдает себя, ничего не ожидая. И от него никогда не услышишь. Вот, я тебя родила, я тебе посвятила всю жизнь, а ты... Где отдача? Да, да, я ждала, где же помощь? Я всю жизнь ждала помощь, а помощи нет. Вот это нельзя назвать такого человека зрелым родителем. Хорошо, получается, что зрелость – это понятие относительное, относительно времени. Или есть какие-то общие черты зрелости и незрелости, которые можно выявить на всех этапах? Ну, безусловно, есть, к примеру, наверное, выслышивают самый такой простой пример, когда человек не берет на себя ответственность за свои слова и прячется за местоимение «мы», «нам». Или когда вот... Ну, если действительно мы и нам. Ну, если действительно мы и нам, нормально, если вот мы с Даником, мы со Светой там решили что-то сделать, это нормально. Если вы приходите там, например, не знаю, в церковь или в компанию, и спрашиваете, кто хочет там мороженого? И один за всех кричит «все хотят». Откуда он знает, что все хотят? Ну, вообще, это... Не общайтесь с этим человеком, он незрелая личность. Это незрелая реакция. Это незрелая реакция. Вот. И незрелые люди, они не берут на себя ответственность за свою жизнь. Они ожидают, что кто-то там о них позаботится, кто-то чего-то догадается. Незрелые люди очень болезненно реагируют на критику, на коррекцию, когда им говорят, слушай, ну вот то, что ты сделал, да, сейчас разрушает наши отношения. Я бы хотел, чтобы ты изменился. Он очень обижается, очень обижается. Они не умеют принимать слово «нет». Они не умеют уважать авторитеты. Или угождают, или бунтуют против всех. Ну, такие... Есть ещё много других, но то, что сейчас пришло. А можно конкретные какие-то качества выявить? Вот что... В чём проявляется зрелость человека, и в чём проявляется незрелость? Какие-то общие черты. Мы уже немного говорили об этом. Ну вот, а если общие назвать? Наверное, ответственность. Ответственность. На первом месте. На первую очередь... Хорошо, если построить небольшой рейтинг, вот давайте хотя бы три топовых позиции. В первую очередь это ответственность. Ответственность за свои слова, ответственность за свои поступки. Это умение осознавать свои чувства, свои состояния и справляться с ними. И способность выдерживать людей, не похожих на меня. Несмотря на то, что они не похожи на меня, продолжать с ними отношения, не заставляя их становиться на меня похожими. То есть не разубеждая, принимая другую точку зрения, как точку зрения этого человека, уважать его, продолжать с ним отношения, даже если он на меня не похож. Или даже если он меня обижает. А вот ответственность, по идее, на какой стадии начинается? Я думаю, что ребёнок уже на второй стадии, где-то с 4 до 12, учится ответственности. Это вот самая важная стадия, когда он должен научиться ответственности за себя. Самому завязать шнурки и сказать маме, что я голоден, что мне нужно это, я хочу того. Он начинает отвечать, узнавать свои дары, свои таланты и начинает за них тоже отвечать, просить. Я хочу там в такой кружок или в такой кружок. Вот где-то на этой стадии, примерно до 12 лет, ребёнок уже должен научиться быть ответственным за себя. Хорошо. А некоторые люди путают понятие взросления и зрелость. Одно ли это и то же, и можно ли быть взрослым, но незрелым? Ну, если вы имеете в виду физическое взросление, то это разное. Человек может быть взрослым, вырасти и оставаться ребёнком. А если по разуму смотреть? Интеллект тоже не показатель зрелости. Совершенно не. Есть люди очень интеллектуальные. Но показатель взрослости, так скажем? Ну, скажем, это показатель интеллектуальной взрослости или зрелости, но не эмоциональной и не духовной. Есть люди, у которых по нескольку образования и профессорские должности, и они не умеют строить отношения. С ними рядом некомфортно. Получается, зрелость не относится ни к физическим качествам, ни к интеллектуальным. А куда же тогда её можно запихнуть? Ну, это эмоциональная зрелость. Это то, что относится к сфере душевной и к сфере духовной. Тема глубокая, интересная. И в первой части нашей передачи мы со Светой выяснили много интересных вещей. Во-первых, что по зрелости можно разделить человеческую жизнь на пять этапов. И в каждом этапе нужно оценивать зрелость, соответственно, возрасту и развитие этого человека. Существуют определённые качества. Да. И, кстати, интересно, мы не затронули, не рассказали ничего о пятом этапе. Это что за этап у нас в конце? Самый последний этап. Да, самый последний этап. Ну, можно его назвать старец или мудрец. Не обязательно это старые человека. Это человек, у которого последний ребёнок достиг возраста, стадии взрослой, то есть достиг 13-летнего возраста. А можно ли стать мудрым в моём возрасте или это только нужно до старости дожить? Мудрым можно. Мудрым можно. Мудрецом или старцем нельзя. Для этого нужно пройти все другие стадии. Когда все седые волосы, вот тогда поговорим. Нет, не обязательно. Но смотрите, если... Седые волосы могут быть и сейчас. Северочка, если вы выйдете замуж в 19 или в 20 лет, и у вас будет там несколько детей, и последний ребёнок достигнет 12-летнего возраста, вам будет, скажем, там, 40 или 42, вы уже вполне можете быть мудрецом или старцем. Здорово. Не так много осталось. Хорошо, друзья, также мы выяснили, что понятие зрелость – это понятие не физическое, интеллектуальное, а исключительно эмоциональное. И духовное. Да, и духовное. Об этом мы поговорим. Также мы сделали вывод, что можно быть человеком взрослым, но, к сожалению, незрелым. Вот. Ну что, идём дальше. Впереди ещё много интересных вопросов. А дальше говорят, знаете, что интересно? Вот я сейчас... Что мужчины... Осторожно, Света, сдавайте. Осторожно. Мужчины до старости являются детьми. Вот как вы думаете, при этом они могут быть зрелыми? Даня, как вам это слышать? Ну, слегка задевает вот эту вот добрую гордость мужскую. Вот всё-таки я мужчина твёрдый, суровый, а дети... Ну, вы нуждаетесь в заботе жены. Вот так вот. Дети не ходят на работу и не зарабатывают деньги для этой жены, не покупают ей шубу. А вы знаете, а я слышала, что есть разные типы женщин. Да, вот есть женщина-ребёнок, ей нужен муж, который будет заботиться о ней как отец. Как отец. Как отец, да. Есть женщина-мать. Ну, на самом деле, действительно, человек может быть взрослым, и мужчина может быть взрослым, а вести себя как ребёнок. И женщина может быть взрослым, а вести себя как ребёнок. И я таких знаю тоже. Ещё, знаете, есть такая фраза такая есть. Мужчины, как дети, любят, чтобы их водили за руку, но при этом считали большими. Подрём в точку. А у нас гендерные проблемы какие-то здесь? Нет-нет-нет, всё по-доброму, друзья. Хорошо, и, наверное, пришло время задать самый важный вопрос нашего эфира. Даже два самых важных. Во-первых, почему стоит стремиться к зрелости, и почему стоит быть зрелым человеком, и, самое главное, как этого достичь? Важно ли быть зрелым? Ну, на самом деле, это всё равно, что спросить, важно ли младенцу, который родился, важно ли ему расти и вырасти, стать взрослым человеком. Так Богом задумано. Ну, и в Библии написано, что мы все должны достичь меры полного возраста Христова, имеется в виду эмоциональная зрелость такая, духовная зрелость. Поэтому, да, созревать нужно, иначе это будет стагнация, загнивание. Как взрослеть? Ну, если всё идёт нормально, то ребёнок взрослеет естественным образом. От младенца переходит все стадии, если все его удовлетворяются потребности, все условия создаются родителям. Если родители зрелые, они знают, как сделать ребёнка зрелым, незрелые рождают незрелых, да, как кто-то Юнг говорил, раненое сердце ранит, исцелённое сердце исцеляет, незрелые рождают незрелых. Но если всё нормально, естественно, развивается, то, в общем-то, ребёнок своим чередом становится постепенно, зрелым, более и более. Если нет, если были какие-то травмы эмоциональные в детстве, к примеру, они очень задерживают развитие, ребёнок застревает на какой-то стадии, не растёт. А как помочь ему? Во-первых, через осознание, если он понимает, что что-то не так с ним, и ищет возможностей изменить свою жизнь, и осознаёт свои какие-то незрелые реакции. И помочь ему в этом может только очень близкие личные взаимоотношения с Богом, который может ему стать отцом, папой. Вот познание Бога как отца, такая интимность, задушевность с Богом, в которой Бог может удовлетворить вот те все неудовлетворённые когда-то нужды, вот эти все кирпичики в фундаменте, которые отсутствуют, может восстановить и постепенно человеку помогать развиваться. То есть осознание своих незрелых реакций, осознание своих зависимостей, защитного поведения. Вот человек должен пройти и осознать в отношениях с людьми и с Богом. Это очень непростой процесс, по большому счёту. Мы поговорили об эмоциональной зрелости, но мы ещё сказали, что есть духовная зрелость. Вот что такое духовная зрелость? Во-первых, духовная зрелость включает обязательно в себя эмоциональную зрелость. То есть она доминирует над эмоциональной? Ну, духовная зрелость включает в себя физическую, эмоциональную, интеллектуальную. Она состоит из этих всех зрелостей. Ну и в частности вот саму по себе духовную зрелость как таковую. То есть это способность иметь с Богом такие отношения, чтобы слышать Его голос напрямую, иметь с Ним общение, подчинять себя Его воле добровольно. Вот как вот этот старец или мудрец, это единственная стадия, где человек по-настоящему может Богу служить. Потому что он уже всё прошёл, уже всё пережил, и он теперь может отдавать себя. И только он может стать, как Павел писал, рабом Иисуса Христа, таким, каким, в общем-то, Бог его задумал. Хорошо, мы сами можем стремиться к зрелости, что-то делать, чтобы стать более зрелым человеком. Но можем ли мы помочь окружающим стать зрелыми, и нужно ли вообще это делать? Как это будет ими воспринято? Ну, научить можно тому, что умеешь сам. И по мере моего взросления, и по мере того, как я становлюсь более зрелой, мои отношения становятся более зрелыми. Я перестаю манипулировать людьми, перестаю требовать, я больше принятия им даю. И в ответ на это люди начинают осознавать какие-то, возможно, свои вопросы. Это помогает им взрослеть. Но если поставить себе цель, вот, я должен помочь сейчас вот всей вот этой компании стать более зрелым, несостоятельные вопросы. Нужно помогать на своём уровне, находясь. Я отвечаю за себя. Я единственный человек, которому я могу помочь на самом деле. Всё остальное – это уже как бы производное того, что со мной происходит. Хорошо, друзья, время неумолимо бежит вперёд. И пришло время подытожить наш сегодняшний эфир. Итак, самое главное, что я вынес для себя, что духовная зрелость – это то, что включают в себя все остальные зрелости. И она основывается, конечно же, на добрых, качественных и личных отношениях с Христом. И именно такие качественные отношения приведут к качественным, к полным зрелостям во всех сферах жизни. Безусловно. Чудесно. Вот ещё у нас на радио есть одна традиция. Мы всем гостям задаём в конце эфира один и тот же вопрос. Постарайтесь ответить на него максимально честно. Да, самое интересное, что гости до последнего момента не знают, что это будет за вопрос. А те, кто слушает вашу программу. А вот они, да. В этом преимущество, друзья. Слушайте The YFM. Вдруг когда-то вы окажетесь в этой студии. Представьте, что вам дано право попросить у Бога об исполнении только одного желания. Что бы вы попросили? Любить. Как любить? Как любить? Кого любить? Это уже второй, третий. На самом деле, для меня это... Я буквально вчера думала об этом. Вот если бы сейчас появился Бог и сказал, проси, чего хочешь, я именно этого бы попросила. Ну, для этого нужно рассказывать всю историю моей жизни, чтобы... Господь подсказал вам, что за вопрос будет на The YFM. Меня прям заинтриговало. Ну, любить по-настоящему, любить глубоко, эмоционально, принципиально любить. Всех, кого нельзя любить. Вернее, не всех тех, кто есть в моей жизни, кого трудно любить. Ну, любить. Просто. И получать от этого радость. Хорошее желание. Благодарим. И еще одна очень важная традиция в нашем радио – это пожелания нашим дорогим радиослушателям. В контексте этой темы. Тогда нужно еще сказать, что зрелый человек – это человек, который с каждым днем живет все более и более... С более и более открытым сердцем. Вот и пожелание мое такое – старайтесь жить с открытым сердцем. Не таите ничего от близких, от друзей, от любимых. В идеале, особенно в супружестве, у супругов вообще не должно быть никаких тайн, ничего закрытого. И разговаривайте друг с другом сердцами открытыми. И учитесь слушать сердца друг друга. Большое спасибо за такую интересную беседу. Мы тоже желаем вам успехов. И за хорошее пожелание. Да. Пусть вы тоже развиваетесь и становитесь все более зрелым профессионалом и человеком, а главное – христианином. Всего вам доброго. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо большое. До свидания. Даник, знаешь, что я поняла? Пора бы нам уже созреть. Пора нам с тобой взрослеть. Это две разные вещи. И мы поняли, что это разные вещи. Да, взрослеть и становиться более зрелым. Но самое главное, Света, что я хочу тебе сказать – нам с тобой нужно приобрести духовную зрелость. Это самое главное в жизни. Взрослейте и следите за своим духовным развитием вместе с ЗАУФМ. С вами были ваши ведущие Светлана. И Данил. Всего доброго. Пока. Наша передача на этом заканчивается. Ждем ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127-473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете – www.golosnadежды.ru. До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Светлана «Голос Надежды» Светлана «Голос Надежды» Светлана «Голос Надежды» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok